Приготовление блюд, сервировка линии самообслуживания с элементами шведского стола, выдача готовой пищи. Такую работу повара выполняют ежедневно, а еще каждый месяц для военнослужащих проходят дни национальной кухни. В этот раз для них приготовили традиционные блюда Белоруссии – суп с клетками, беточки и рис по-белорусски, минский салат, картофельная бабка, пироги, драники и даже блюда, некогда славившиеся на королевских столах. Белорусская кухня, почему именно она выбрана, очень сытная кухня, очень вкусная кухня и в то же время из абсолютно простых, понятных каждому человеку продуктов. Фишка дня, ну можно так сказать, это говядина верошчака, очень такое интересное блюдо, оно в Белоруссию пришло из Австрии, прямо с королевского стола. Это блюдо придумал королевский повар и первый раз его подали австрийскому королю, если я не ошибаюсь, 17 или 18 век. И потом это блюдо перешло в кухню Белоруссии и сегодня мы тоже его подаем. Регулярно перед каждым приемом пищи дежурный врач воинской части проверяет качество продуктов и условия, в которых готовится еда военнослужащим. Перед каждым приемом пищи проверяю санитарное состояние, цехов, столовой, место приема пищи. Кроме этого я проверяю органолептические свойства каждого блюда, первого, второго закуски. То есть пробую, смотрю вкус, цвет, запах в соответствии с руководящим документом. Если все соответствует, я делаю запись в книге, тем самым разрешаю прием пищи. Чем питаются бойцы в полях и в море, тоже наглядно показали. В рацион питания входят несколько видов мясных консервов, рыбных, концентрированные каши, ореховая паста и прочие продукты. Готовить блюда могут и по усмотрению военнослужащих. На кораблях и воинских частях регулярно проводится анкетирование, где можно указать свои кулинарные предпочтения, а также недостатки качества приготовленной пищи. Эльвина Зарипова, Новости Севастополя.